Это программа «Невредные заметки». Здравствуйте, друзья! Вы смотрите тележурнал интересных, удивительных, познавательных и смешных историй. 25 февраля 1873 года в солнечном итальянском Неаполе в бедной многодетной семье появился на свет мальчик, который сначала своим голосом обрадовал маму с папой, а потом, спустя годы, привел в восторг миллионы людей по всему земному шарику. Его звали Энрико Карузо. Это имя навсегда внесено во всемирную историю оперного искусства. Музыкальная карьера великого тенора Энрико Карузо была подстать его характеру – широка, вольготно и стремительно. Начав петь в родном Неаполе, он очень скоро покорил старый и новый свет. Сам Карузо описывал очень простой, юморной и душевный рецепт своего успеха так. Большая грудь, большой рот, 90% память, 10 ум, много труда и кое-что в сердце. Сердце у певца Карузо было добрым и щедрым. Он тратил огромные суммы денег на всевозможные пожертвования больницам, приютам, учреждениям для бедных, нуждающимся семьям, безработным, пострадавшим, попавшим в нужду музыкантам, а также своим бесчисленным друзьям. Его благотворительная деятельность не имеет примеров среди людей искусства. Всего один факт и всего одно число. За годы Первой мировой войны артист принес своими выступлениями одному только Красному Хресту 21 миллион долларов. В пересчете на наше время это около одного миллиарда. Сегодняшняя программа будет целиком посвящена великому человеку, который не имел себе равных, как в оперном пении, так и в щедрости, а также обладал превосходным чувством юмора. Итак, несколько забавных историй из жизни Энрика Карруза. Карруза был человеком жизнерадостным и весьма остроумным. Он никогда не лез за словом в карман. Вот один пример его мгновенной реакции на внезапную неприятную ситуацию. Будучи еще молодым начинающим певцом, Энрика выступал на сцене одного маленького итальянского городка и был освистом публикой. Но этим дело не ограничилось. Когда он заканчивал выступление, из зрительного зала какой-то чрезмерно темпераментный южный гражданин запустил в Карруза качан капусты. Будущий великий певец отреагировал весьма достойно. Ого, кто-то уже потерял из-за моего пения голову. В начале песенной карьеры Карруза подобных ситуаций было много. Когда простая деревенская публика швырялась овощами, было, конечно, обидно. Но иногда поведение надменной аристократии ранило душу певца больнее, чем брошенный помидор. Однажды на представлении оперы Паяци, где присутствовал высший свет Италии, внезапно заболел тенор, который исполнял арию Орликина. Энрико Карруза заменил его и блестяще исполнил любовную серенаду шута Орликина. Обычно каждое выступление Карруза на сцене сопровождалось восторженными аплодисментами и криками «Браво!». Однако в тот раз великосветская публика в зале молчала и никак не реагировала на волшебный голос. После спектакля Карруза с горькой улыбкой сказал своему другу, баритону по имени Титта Руфа, который исполнял в спектакле «Партию Тонио». Вот видишь, что значит просвещенная публика. Она ценит только те имена, которые читает черным по белому на афишах. А вот еще одна история о реакции певца на холодное поведение напыщенных и привередливых знатоков оперного искусства. Однажды, знойным летом, Энрико Карруза приехал на гастроли в Париж. Публика его приняла с большим энтузиазмом. А вот музыкальные критики отнеслись к его выступлениям довольно-таки прохладно. Ругать не ругали, но и не хвалили. К тому же у Карруза вдруг случилась неприятность. После первого концерта в Театре Гранд-Опера он простудился и слег. Директор театра начал возмущаться. «Ну что мне делать? Не понимаю, как вы умудрились простудиться летом?» «Не понимаете? Сейчас объясню», – прохрепел простуженным голосом Карруза. «Посудите сами. Сначала зал был разогрет горячим восторгом публики. Потом последовала буря оваций. И, наконец, произошел прохладный прием у критики. Я оказался на холодном сквозняке, которым тянуло из парижских газет. Меня бросало то в жар, то в холод. Разве этого недостаточно для того, чтобы заболеть?» Когда сын простого неаполитанского рабочего механика Марчелла Карруза прославился своим пением и разбогател, он купил себе большой дом и пригласил рабочих для его ремонта. Как-то раз, когда он репетировал в одной из комнат своего нового просторного жилища, к нему вошел подрядчик и сказал, «Извините, сеньор, я на минутку. Вы хотите, чтобы ремонт закончился вовремя?» «Ну, конечно», – ответил Карруза. «Тогда перестаньте петь. Потому что вместо того, чтобы работать, мои каменщики, маляры и штукатуры только то и делают, что слушают ваше пение». Надо особо отметить, когда знаменитый тенор находился в зените своей славы, молодежь подражала ему во всем. В манере ходить, разговаривать и даже причесываться. В большой моде у молодых мужчин была стильная прическа под Карруза. Ну, эдакий залихватски закрученный локон на голове. Однажды, находясь на гастролях в Испании, певец зашел в первую попавшуюся парикмахерскую и попросил подстричь его под Карруза. Цириульник долго его рассматривал, а потом заявил, «Простите, сеньор, мне мою смелость». Но хотя эта прическа сейчас весьма модная, и все хотят быть подстрижены именно так, но лично вам я бы ее не советовал. Она вам не подходит. Она так изуродует вашу внешность, что я даже не рискую браться за такую работу. Когда я впервые узнал об этом конфузии в парикмахерской, мне вдруг вспомнился забавный случай с Чарли Чаплиным, когда он стреском провалился на конкурсе двойников Чарли Чаплина. Несколько слов о семейной жизни Карруза. Я думаю, милым дамам это будет интересно. Да и мужчины получат удовольствие от финальной шутки в этой заметке. Энрико Карруза был фантастически ревнив. Свою первую гражданскую жену Аду Джакити, с которой он сошелся во время гастрольного турне по России, он изводил бесконечными подозрениями и придирками. Одиннадцать лет они прожили вместе, и все эти одиннадцать лет вспыльчивые и темпераментные итальянцы ссорились и устраивали громкие скандалы. В конце концов Ада бросила Карруза и сбежала от него. Кстати, сбежала вместе со служившим у них молоденьким водителем. Естественно, Карруза был в шоке и даже перенес нервное заболевание. Как он их не зарезал, непонятно. А ведь неистовый неаполитанец вполне мог бы это сделать. Но вот прямо как в его любимой опере «Паятцы» сразу двоих. Острым кинжалом. От нервного потрясения Энрико стал усиленно курить. Он выкуривал по две пачки сигарет в день, рискуя при этом потерять свой уникальный голос. Дошло до того, что на гастролях в Берлине за ним повсюду неотступно следовал персональный пожарный с ведром воды и гасил окурки, которые великий тенор разбрасывал вокруг себя. В начале 1918 года жизнь у 45-летнего Карруза круто изменилась. Он встретил свою единственную и по-настоящему красивую любовь. Это была молодая американка по имени Дороти Бенджамин. Пережив до этого немало бурных романов, Карруза хотел простых и теплых семейных отношений. И он их получил. Дороти полностью оправдала его ожидания. А он излил на нее всю свою нерастраченную нежность. В 46 лет у Карруза родилась дочка Глория. И он просто сходил с ума от счастья. Ведь он, наконец, получил все то, к чему стремился. Верную и любящую жену, а теперь еще и красавицу-дочку. Завершая заметку о горячем ревнивце, который только в конце своей жизни обрел семейное счастье, хочу поведать вам шутку Карруза, в которой была только доля шутки, а все остальное – чистая правда. Так вот, разрушив постоянными скандалами и подозрениями свою первую семью, Энрико Карруза настоятельно уговаривал свою любимую жену Дороти. «Дорогая, умоляю тебя, стань, пожалуйста, толстой-притолстой, чтобы ни один мужчина даже не посмотрел на тебя. Лишь тогда я буду совершенно счастлив и спокоен». В прошлой заметке промелькнула фраза про острый кинжал ревнивца. А по законам театрального жанра, если на стене в начале спектакля висит кинжал, то в конце он просто обязан кого-нибудь зарезать. Ну, или Чехов говорил о ружье. В реальной жизни Карруза была интересная история с участием холодного оружия. Вот она. Как-то раз перед рождественскими праздниками одна почитательница таланта, очень богатая миллионерша, подарила Карруза уникальный драгоценный кинжал. Не для самообороны, а для того, чтобы ее кумир пользовался им в заключительной сцене оперы «Кармен». Напомню, что в этой драме в самом ее конце ревнивец Дон Хосе убивает длинным ножиком разлюбившую его жгучую цыганку Кармен. Подаренный богачкой кинжал был настоящим произведением искусства. На его ножнах были изображены все сцены из оперы «Кармен», в которых участвовал Карруза. Работа была настолько тонкая, что в любой из малых фигур размером не больше 5 сантиметров было достигнуто портретное сходство со знаменитым певцом. Ценности этому оружию добавляли благородные металлы и изысканные драгоценные камни. Однако Карруза, игравший роль Хосе, для убийства коварный Кармен продолжал пользоваться обычным бутафорским кинжалом. С точки зрения дарительницы, резать даму старым тупым ножом было негуманно и неэстетично. Обиженная до глубины души миллионерша спросила у артиста, почему он не использует ее изящный презент. И Карруза ответил «Сударыня, когда я выхожу на сцену, я думаю только о роли. Если же я возьму с собой ваш драгоценный подарок, то буду вынужден думать только о том, чтобы у меня его не украли». Энрико Карруза знал наизусть великое множество песенных партий всех популярных опер своего времени. Однако бывали сбои. Иногда он забывал на сцене слова исполняемой им арии. Однажды это случилось, когда он пел в знаменитом Миланском театре Ла Скалла. Вместо вылетевшего из памяти текста Карруза пришлось пропеть «Тра-ла-ла-ла, тра-ла-ла-ла, тра-ла-ла-ла». После спектакля он столкнулся за кулисами с разгневанным режиссером, который, кипя от злости, собирался учинить артисту большой скандал. Но ссора была погашена юмором певца. Карруза покровительственно похлопал постановщика по плечу и заявил «Ну не сердитесь, милый мой, ну забыл, бывает. Однако на ваше счастье я, кроме всего прочего, еще и хороший поэт. Вот согласитесь, мне так удачно удалось подобрать рифму к слову «Тра-ла-ла-ла». И еще одна коротенькая история о взаимоотношениях великого тенора со своими коллегами. Однажды некий молодой баритон похвастался маститому артисту Карруза. «Вы обратили внимание? Вчера в опере мой голос звучал великолепно и был настолько мощен, что заполнил весь театр». «Да-да», – отвечал Карруза, – «я своими глазами видел, как публика поднялась и вышла из зала, чтобы уступить место вашему голосу». Когда Карруза впервые прибыл в Соединенные Штаты Америки, на него набросилась толпа вездесущих американских журналистов. Каких только заковыристых вопросов ему не задавали дотошные репортеры. Один из корреспондентов даже спросил у певца, что он думает о торговых отношениях между Италией и Соединенными Штатами. На это Карруза ответил так. «Вот уж господа никогда не задумывался над таким вопросом. Да и зачем? Уверен, что о своем мнении по этому поводу я узнаю завтра из вашей газеты». И еще одна американская история из жизни великого певца. В 1906 году в Сан-Франциско произошло сильное землетрясение. Катастрофические подземные толчки магнитудой почти 8 баллов встряхнули город и его окрестности ранним утром. В 5 часов 12 минут. В это время в Сан-Франциско находился Карруза, который приехал туда на гастроли. Он спал в номере гостиницы. Когда его приятели и импресарио приехали за артистом в отель, они застали певца в полуразрушенной гостиной с мокрым полотенцем на голове. Вокруг повсюду валялись куски стекла и отвалившиеся штукатурки. Трагическая ситуация, не так ли? Самое время артисту капризничать, возмущаться и требовать увеличения гонорара. Однако певец поступил нестандартно. Обращаясь к друзьям и принимающей американской стороне, Энрико Карруза сказал с улыбкой. Посмотрите, господа, я же предупреждал вас, что произойдет, если я буду брать самые высокие ноты. Выходец из пролетарского района Неаполя, сын простого рабочего Энрико Карруза, известен своим крайне непочтительным отношением к политикам и правителям. Так, например, на встречу с испанским королем в его резиденцию Карруз заявился со своими макаронами, после чего стал уверять важных вельмож, что его макарошки вкуснее королевских. Или вот еще один пример пренебрежительного отношения к властьимущим. Известно обращение Карруза к американскому президенту. Господин президент, вы почти так же знаменитый, как и я. Уверен, что в этой реплике нет ни грамма самолюбования или издевательства над главой могучего государства. Это просто такой острый итальянский юмор. К огромному сожалению, обладатель «Золотого голоса» Энрико Карруза прожил всего 48 лет. В последние дни певца мучили сильнейшие приступы головной боли, а потом еще и добавился гнойный плеврит – страшное легочное заболевание. Последний свой спектакль, 607-й по счету, Карруза играл уже тяжело больным. Он не выпускал из рук окровавленного полотенца, которым постоянно промокал губы. Ошарашенная публика в ужасе наблюдала за ним, слышались выкрики – «Остановите спектакль! Остановите Карруза!» Но он вытерпел все мучительные пять актов оперы, после чего окончательно слег. Зрители кричали «Бис» и «Браво», еще не зная, что слышали знаменитого тенора в последний раз. Семейное счастье Карруза было недолгим. Всего три года он был любящим мужем и всего лишь два года счастливым отцом. 2 августа 1921 года Энрико Карруза не стало. Но, как написала его жена Дороти в своей книге воспоминаний, эти три года счастья равны иным 30 годам обычной человеческой жизни. Энрико Карруза был похоронен в его родном Неаполе, в специально возведенной капелле на кладбище Санта-Мария-де-Ла-Пьета. После его смерти, в память о выдающемся оперном исполнителе, была изготовлена специальная восковая свеча огромных размеров. Она была прислана из Соединенных Штатов. Там ее отлили по заказу больниц, интернатов и приютов Америки, которым он когда-то оказывал финансовую помощь. Свеча эта должна зажигаться раз в год на одни сутки в память о легенде оперной сцены. О гениальном человеке, который не имел себе равных в искусстве и в щедрости. По некоторым подсчетам, эта исполинская свеча должна гореть 500 лет. Это была программа «Невредные заметки». Тележурнал интересных, удивительных и познавательных историй. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин